МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Употребление алкоголя и вождение автомобиля – вещи несовместимые. Очередное ДТП – наглядный тому пример. Молодой до ранней 15-летнего парня подозревают в краже. Правоохранители подвели итог спецоперации «Арсенал». Возбуждено уголовное дело. Употребление алкоголя и вождение автомобиля – вещи несовместимые. Об этом наглядно свидетельствует очередное ДТП, которое произошло на улице Пролетарской. На загруглении дороги напротив гостиницы «Припять» водитель БМВ 1989 года рождения не справился с управлением и въехал в каменную стену. Впоследствии молодой человек объяснял, что когда машина вышла из-под контроля, он, чтобы не врезаться в жилые дома, вывернул руль вправо. От освидетельствования водитель отказался и признался, что выпил несколько банок пива. Молодой водитель после употребления спиртного решил покататься на своем автомобиле БМВ. Совместно со своей знакомой, которую посадил на переднее пассажирское сидение, знакомая 1996 года рождения, отправился на указанном автомобиле кататься по городу. Поднимаясь по улице Пролетарской, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. И далее автомобиль столкнулся с каменным сооружением вблизи гостиницы «Припять». Девушка с травмой головы была доставлена в больницу. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает. Кстати, ранее горе-водитель уже попадался пьяным за рулем, за что и был лишен водительского удостоверения. После этого он не раз пытался пересдать на права, но безуспешно. На данный момент следователи проводят проверку. Если уголовное дело будет возбуждено, то молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». В деревне Михалковская орудня в Мозырском районе произошла кража. Следственная оперативная группа по горячим следам вычислила главного подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток. В одном из домов Михалковская орудня ночью неизвестный разбил окно, проник внутрь и украл спиннинги. На момент происшествия хозяев не было. Следственная оперативная группа опросила сельчан. Все указали на местного 15-летнего подростка. Догадки подтвердились. Данным лицом оказался несовершеннолетний житель деревни Рудня, который был задержан по данному факту и помещен в ВВС Мозырского РОВД. В настоящий момент несовершеннолетний передан под присмотр родителям, которые будут нести ответственность в случае, если он совершит еще какое-либо правонарушение. 15-летний парень известен на всю округу. Не с лучшей стороны. Не раз попадался на различных кражах. Но местные жители в милицию не обращались. Подросток, совершивший данное преступление из неблагополучной семьи, отрицательно характеризуется местными жителями. Установлено, что ранее им также совершались подобные факты, однако местные жители не обращались в органы для привлечения его к уголовной ответственности. Данный факт зарегистрирован впервые. Теперь малолетнему злоумышленнику придется ответить за свой проступок по-взрослому. Согласно законам, уголовная ответственность наступает с 14 лет, а санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы. Мозырская налоговая инспекция постоянно контролирует, насколько у граждан расходы соответствуют доходам. В случае нестыковок проводится проверка. Жизнь непосредством. Мозырянин, не имея официального трудоустройства и других источников дохода, на протяжении нескольких лет покупал дорогостоящие автомобили. У налоговиков возник закономерный вопрос, откуда деньги. Попросили предъявить декларацию. Оказалось, расходы на порядок превышают доходы. В ходе предварительного анализа у нас было установлено физическое лицо, которое неоднократно приобретало дорогостоящие транспортные средства, но при этом не имело доходов, то есть постоянного места, либо вообще каких-либо доходов. То есть у нас по нашим базам данных он числится безработным гражданином. Было принято решение об истребовании у него декларации о доходах и имуществе. И в ходе уже, так скажем, проверки представленной декларации, было установлено превышение 158 миллионов, которое он подтвердить не смог. По доходный налог в сумме более 18 миллионов уже перечислен доход государства. Кстати, подобный случай не единичный. В поле зрения налоговой регулярно попадают безработные, которые живут на широкую ногу. И вновь в Мозере жертвой злоумышленника стал доверчивый пожилой мужчина, который впустил к себе в квартиру продавца строительных инструментов и посуды. Когда пенсионер отвлекся, вор вытащил из шкафа почти полтора миллиона белорусских рублей. Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края России. Уголовное дело возбуждено по статье кража. Похищенные деньги возвращены законному владельцу. Количество преступлений, в которых пострадавшие, пожилые и одинокие люди, выросло по сравнению с прошлым годом. Наиболее сложная ситуация в Минской и Гомельской областях. Чаще всего пенсионеры становятся жертвами воров или мошенников. Преступники проникают в их дома под видом продавцов различных товаров, социальных и медицинских работников. Милиция настоятельно рекомендует не хранить деньги и драгоценности там, где посторонний может обнаружить их при беглом осмотре. Не следует открывать дверь незнакомым людям. Если они представляются работниками медицинских, социальных, коммунальных и иных служб, нужно требовать документы, удостоверяющие их личность. А также позвонить в соответствующее учреждение и узнать, числятся ли в штате такие сотрудники. Кроме того, следует быть осмотрительнее в дни выдачи пенсии, в отделениях почтовой связи или возле банкоматов. Злоумышленники могут выслеживать беспечных пенсионеров. Ходить за деньгами лучше с родственниками или с проверенными людьми. Мозырские правоохранители подвели итоги спецмероприятия «Арсенал», направленного на профилактику незаконного оборота оружия. За пять дней спецоперации «Арсенал» мозыряне добровольно принесли в милицию 8 единиц незарегистрированного оружия и этим застраховали себя от ответственности. Это гладкоствольные охотничьи ружья и пневматика. К примеру, ружье еще до военного производства жители района нашли при разборе сарая. От греха подальше решили избавиться на законных основаниях. А эту двустволку мужчина нашел в лесу. Возможно, ее бросили браконьеры. Во время спецоперации милиционеры также посетили владельцев нарезного, охотничьего и газового оружия, проверили условия и законность его хранения, сроки перерегистрации. Нарушений не выявлено. Однако возбуждено одно уголовное дело. Поступила информация о том, что у одного из жителей нашего региона незаконно хранятся боеприпасы. В дальнейшем в ходе проведенных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение и у данного гражданина были изъяты боеприпасы, в частности патроны. Молодой человек увлекается военной тематикой, читает специализированную литературу. Однако за незаконное хранение боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Данный гражданин объяснил это тем, что это является его хобби, то есть увлечением таким безобидным, и которому он считал, что не подлежит какой-то ответственности. Правоохранители напоминают, за незаконное хранение оружия и боеприпасов может грозить до 7 лет лишения свободы. Те, кто добровольно сдает нелегальный арсенал, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Весеннее солнце – увеличение продолжительности светового дня. Скверы, парки и дворы оживают после зимней спячки. Некоторые граждане предпочитают отдыхать не в стенах квартир, а на свежем воздухе. Причем иногда такого рода посиделки превращаются в настоящее застолье со всеми вытекающими последствиями. Правоохранители отмечают сезонный рост числа правонарушений, совершенных в общественных местах. Увеличение количества грабежей, количества краж, также совершение административных правонарушений. Появление общественного МИД в состоянии алкогольного опьянения. Это мелкое хулиганство, нецензурная брань, оскорбительное приставание гражданам. Мозорские правоохранители утверждают, В городе и районе каждый день заступает достаточное количество сотрудников для того, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность жителей. Пить на улице весьма небезопасно. Спиртное провоцирует на совершение противоправных поступков, да и подвыпившие граждане нередко становятся объектами преступного посягательства. Опасно, неэстетично, противозаконно. Хотелось бы напомнить об административной ответственности за распитие спиртных напитков в состоянии алкогольного опьянения. Если лицо застегнуто при совершении административного правонарушения первый раз, у него налагается штраф до 8 базовых величин. При повторном правонарушении штраф увеличивается до 15 базовых величин, а также предусмотрен административный арест. В прошлом году за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за непосредственное распитие спиртных напитков на улице к административной ответственности привлечено более 5 тысяч граждан. В 2015-м уже составлены сотни протоколов. Весной традиционно в специзоляторе отмечают увеличение числа клиентов. Кстати, ночь в подобном заведении обходится недешево – 450 тысяч белорусских рублей. А эта сумма равнозначна ужину в каком-либо из заведений города. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». В Мозырском приюте собрали родителей, чьи дети состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении. «Подумай, мама!» – этот призыв озаглавил конференцию, организатором которой выступил социально-педагогический центр. Зал приюта едва вмещает всех приглашённых. Но это именно тот случай, когда аншлаг – показатель отнюдь нехороший. В Мозыре около 300 детей находятся в социально опасном положении. По мнению специалистов, эта цифра – только вершина айсберга. На учёт можно ставить едва не каждую третью семью. Ведь за внешним благополучием зачастую скрываются глубокие проблемы. Это семьи, у которых есть неблагополучие. Неблагополучие, как правило, народ связывает с проблемой алкоголизации, но это совершенно не так. Это не только алкоголизация. Это и антисанитария, это и низкий материальный достаток, недостаточный для проживания, для содержания детей. Это и конфликтные взаимоотношения в семье между супругами или между родителем и детьми. Реабилитацию в стенах приюта за прошедший год прошли около 60 малышей. Это те критические случаи, когда родной дом и родные родители представляют настоящую опасность для ребёнка. И многие из присутствующих в зале тоже находятся на краю пропасти. Как психолог я хочу добиться самого главного – осознания своей проблемы, осознания возможностей потерь при отсутствии решения этой проблемы, осознания той помощи, которую предлагает государство для решения своей проблемы. Ну и, разумеется, очень бы хотелось, чтобы слеза потекла по щеке этих родителей, и они увидели последствия, в которые может обратиться их вечный пир. Многие горе родители просто не осознают, к чему может привести их образ жизни. На конференции попытались рассмотреть ситуацию с разных сторон. Церковный служитель советовал заглянуть в себя и начать оценивать свои поступки не с точки зрения наказания, а с точки зрения греха. Церковь говорит, что человек должен руководствоваться умом, мудростью какой-то, какой-то своей разумом. Нам предлагают наслаждаться разнообразными вещами. И вот в этом, наверное, самая главная беда современного человечества. Сотрудник исправительного учреждения рассказывал о последствиях разгульного образа жизни. По-человечески просто надо пересматривать весь его образ жизни. Потому что ребенок ни в чем не знал. Может, он и мог бы что-то сделать, но в силу того, что он маленький, он ничего не может сделать. Он просто идет по жизни. По той жизни, которая, называется, ему будет. Достучаться до сердец пытались разными способами. И даже если один из всех пришедших примет решение изменить свою жизнь, то уже можно считать, что цель достигнута. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец, Телеканал «Мозырь». В редакцию Телеканала «Мозырь» обратилась пожилая женщина. Лидия Яковлевна со слезами на глазах рассказала журналистам, как ее изживает из собственного подборья дальний родственник. Эта катавасия уже длится с 2010 года. Здесь уже просто без слез и, к сожалению, смотреть нельзя. Мне просто уже жалко маму. Пять лет назад это был обычный деревенский дом, разделенный на две части между двумя родными сестрами. Лидия Яковлевна занималась огородом, выращивала цветы. Все изменилось со смертью сестры. По наследству половина перешла ее внуку. Мужчина сразу же затеял глобальную реконструкцию. Сегодня дома Лидии Яковлевны просто не видно за массивным сооружением, которое растет не по дням, а по часам. Причем и вширь, и ввысь. Она уже занимает половину территории всего участка. Тут солнце было, все это. Тут цветы цвели. Сейчас ничего не цветет. Тут же глухая стена стоит. Это вот как я нахожусь в заключении. Кроме того, что пожилую женщину не устраивает эстетический вид совместного подворья, есть и другие неудобства. Чтобы попасть в свой дом, Лидии Яковлевне приходится обходить кирпичный гигант. И эта дорога весьма небезопасна. Зимой на крыше скапливается снег, нарастают сосульки. В целом, ливневка новостроя прямиком выходит на участок пенсионерки. Кроме стекающей воды, сюда иногда сыплется и строительный мусор. И это еще не все. Здесь еще какая-то развернулась большегрузная стоянка. Вот здесь фуры стоят, угодно какие машины. Здесь регулярно происходит мойка, загрузка, погрузка, выгрузка. Что угодно. Какая-то автобаза тоже. Где какие-то стеки, грязная вода. Все это мыльно. Все под ноги, под калитку моей маме. На самоуправство соседа Лидия Яковлевна пожаловалась в исполком. Мы комиссионно туда выехали. Естественно, там самоволка. Это однозначно. Этот двоюродный племянник был оштрафован судом. 20 базовых величин за самовольное строительство. Ему выдано предписание о прекращении строительства самовольного. И в настоящее время эта жалоба еще не разрешена. Она находится на контроле в Московском райисполкоме. Отдел архитектуры пытается выступить в качестве дипломата и посредника между родственниками. Наиболее оптимальный вариант – двоюродному внуку Лидии Яковлевны – надо стать полноправным собственником всего участка и на законных основаниях продолжать строительство. Бабушка уже даже согласна продать свою часть. Осталось начать переговорный процесс. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец, Телеканал «Мозырь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова